Более 700 миллионов рублей предусмотрено в бюджете республики на реализацию общественных инициатив. Социальное предпринимательство в России стало активно развиваться с принятием федерального закона в 2015 году. Государство устанавливает социальные стандарты и финансирует предоставление таких услуг. Изменения в закон о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в республике, принятые недавно, продлевают срок господдержки на два года вместо ранее действовавшего срока в один. Они также обязывают СМИ публиковать материалы о таких организациях бесплатно. Да и спектр предоставляемых социальных услуг благодаря новациям должен расшириться. Какие инициативы могут получить господдержку, узнавала Юлия Михайлова. Центр дневного пребывания для детей с ДЦП и тяжелыми неврологическими заболеваниями открылся две недели назад. Здесь мама совершенно бесплатно может оставить ребенка со специалистом или волонтером на пару часов, отлучиться по своим делам или просто передохнуть. Ведь уход за такими детьми требуется круглосуточный. От государства мы пока не можем ничего получить, хотя хотели бы, но у нас все упирается в отсутствие помещения. Потому как по многим параметрам мы не проходим и не можем получить, скажем, подать на грантовую поддержку, потому что у нас нет помещения. И пока мы его не найдем, постоянное, мы вряд ли сможем рассчитывать на что-то. Но здесь тоже упирается все в большую проблему. Ведь чтобы снять помещение самостоятельно, нам придется ввести плату. Сейчас дети сюда приходят бесплатно. Подобного учреждения в республике найти практически невозможно. При этом только в столице проживают 639 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и тяжелыми неврологическими заболеваниями. А в целом по республике более полутора тысяч. Поэтому такие инициативы общественности и готовы поддерживать государство. Государство, наоборот, старается поддержать все некоммерческие организации, которые решают эти социальные проблемы. Оно готово на данном этапе передать им 10% бюджетных средств со всех бюджетов. Именно чтобы некоммерческая организация могла реализовать свою деятельность в полном объеме. И вот привлечение некоммерческого сектора и вообще негосударственных поставщиков социальных услуг на этот рынок он создан для того, чтобы повысить качество этих услуг. Потому что когда у человека есть выбор обратиться в государственное учреждение или в учреждение некоммерческой организации или какой-то коммерческой структуры, которая оказывает эту услугу, появляется так называемая здоровая конкуренция и поставщики начинают бороться за качество услуг, за то, чтобы клиент их был доволен и в полном объеме получил вот тот необходимый спектр услуг, которые они и должны получить. Наша героиня вправе принять участие в конкурсе Министерства на получение гранта или обратиться в Минтруд за субсидии на возмещение арендной платы. Согласно новым поправкам в республиканский закон вводится понятие некоммерческой организации исполнителя общественно полезных услуг. Тем самым расширяется поле деятельности таких НКО. Ранее можно было предоставлять социальные услуги в области образования, медицины, туризма и спорта. И самое главное, что вот эти государственные поддержки, например, субсидии будут выделяться не менее на два года. А раньше этого не было, да? Год был всего. Далее, значит, также удлиняется срок государственной поддержки имущественного характера, то есть это аренды и так далее, да? И в-третьих, значит, это говорит о том, что возможно оказание некоммерческим организациям бесплатного пользования СМИ, например, выделения места и так далее, да? Также в сети интернет. И в целом, значит, этим законопроектом вводится приоритетность в оказании государственной поддержки НКО, занимающейся общественно полезными услугами. На сегодня в Республике официально зарегистрировано 2109 некоммерческих организаций. Из них полторы тысячи являются социально ориентированными. В целом, на реализацию общественных инициатив из бюджета Республики в этом году предусмотрели более 700 миллионов рублей, в том числе на деятельность социально ориентированных НКО. Вот какие приоритеты обозначило Министерство по развитию институтов гражданского общества Республики. В основном, конечно, приоритеты молодежи в этом году, да? Проекты, направленные на экологическую тему. Очень много проектов мы поддержали в сфере местного производства, также некоммерческие организации, которые оказывают социальные услуги. Вообще спектр тех направлений, по которым мы предоставляем субсидии, он насчитывает 30 различных приоритетных направлений. И на рассмотрение уже конкурсной комиссии, вот эти заявки отдаются, и они по ним принимают решение. Для получения гранта Веронике Чупровой предстоит оформить общественную организацию «Лучики света» как социально ориентированное НКО. И тогда ее центр обязательно должен стать таким, каким она его видит в будущем. Волонтеры откликаются, да. У нас есть несколько человек, которые приходят на помощь, позаниматься с детьми на час, два, три, кто как может. И занимаются. Есть у нас люди, которые откликнулись, специалисты для помощи конкретной детям. Это психолог, логопед. Есть у нас два тренера по гимнастике, музыкальные работники, которые также приходят раз, два в неделю на час позаниматься, провести занятия с детьми. Подобные инициативы несут добро не только детям и родителям инвалидов, но и способны сделать лучше нас с вами. Ведь помогая бескорыстно нуждающимся, мы обретаем себя. Юлия Михайлова, Владимир Павлов, Гаврил Ячков. Якутия. День за днем.